Немецкое спасательное судно Алан-Курдия подобрало в море 44 мигрантов у берегов Ливии. На борту деревянной лодки, в которой закончилось топливо, были в том числе женщины и совсем маленькие дети в возрасте от 15 месяцев до 4 лет. Спасенные в море из разных стран, не только из Ливии, а также из Сирии, Пакистана, Бангладеша, Гвинии, они находились в море с субботы, 6 июля. Приняв в общей сложности 65 человек на борту, судно Алан-Курдия взяло курс на Мальту. Кстати, назван корабль так в память о трехлетнем мальчике курско-сирийского происхождения. Он погиб в 2015 году, когда пытался вместе со своей семьей, или скорее семья, вместе с ним добраться до Европы. Неизвестно, что ждет вот этот корабль на Мальте, но его точно не ждут в Италии, где ровно неделю назад освободили и выслали домой в Германию капитана спасательного корабля Sea Watch 3 «Карлу Ракеты». Как раз из-за аналогичного эпизода. Ее обвинили в том, что она, невзирая на запрет, привела в итальянский порт судно с беженцами на борту. Тогда министр внутренних дел Италии Матео Сальвини сказал, она, Карлу, возвращается в Германию, где не стали бы так же терпимо обращаться с итальянкой, которая подвергала бы жизни полицейских опасностям. На это министр иностранных дел Германии Хайку Маас ответил в интервью немецкой газеты «Ранейший пост», что спасение человеческой жизни – не уголовно наказуемое деяние, а гуманитарный акт. Сама Карлова в опубликованном прошлой пятницу интервью в Шпигеле отмечала, что ни на национальном, ни на международном уровне никто по-настоящему не хочет помогать в данной ситуации. Похоже, что и вообще удивительно, что спасением людей в море должны заниматься частные лица, такие как она, а не Евросоюз. К слаженным и согласованным общеевропейским действиям в отношении продолжающегося кредита с мигрантами призывают постоянно. Но плана, который был бы многосторонним, устроил бы в Европе всех, похоже, просто не существует. Во всяком случае, его не удается никак разработать. Вот и сегодня немецкий министр по развитию, есть такая должность, баварский политик партии ХСС, но не самый известный политик. Тем не менее, целый министр Герт Мюллер призвал к созданию международной спасательной миссии при участии Европы и ООН, целью которой было бы спасение мигрантов, запертых в ливийских лагерях, в данном случае более напоминающих концлагеря. Они к тому же подвергаются бомбардировкам. В одной из них, последствия вы как раз видите на экране, были убиты по меньшей мере 53 человека и 130 раненых. Как заявил Мюллер, у людей в этих ужасных лагерях одна перспектива – умереть в результате насилия или голода, пытаясь попасть домой, умерев от жажды в пустыне или утонув в Средиземном море. Новая евромиссия, как считает министр, должна действовать немедленно, больше ждать нельзя ни дня. Тем не менее, в иной подробности он не вдавался, только предупредил, что помимо гуманитарного есть еще и климатический кризис, который тоже, по его мнению, сугубит миграцию и приведет к тому, что еще миллионы африканцев двинутся в поисках убежища в Европу. Ну и вот заключение видео, которое пришло буквально за полчаса до начала этого выпуска. Москопортугальская береговая охрана сегодня у берегов греческого острова Лесбос спасла в море 47 человек. Страна происхождения этих людей не указывается. Известно, что там на борту был 21 ребенок, 11 женщин и 15 мужчин. Самые важные новости из Германии каждый будний день. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова